Развитие производства обсуждали сегодня и на Березовском мясоконсервном комбинате. С трудовым коллективом предприятия встретился помощник президента, инспектор Побресской области Валерий Вакульчик. Много говорили о предстоящем праздновании Дня народного единства. Обо всем подробнее расскажет Роман Аншиц. Помощник президента, инспектор Побресской области Валерий Вакульчик проводит информационную встречу с коллективом Березовского мясоконсервного комбината. Обсуждаются важные вопросы белорусского настоящего и прошлого в преддверии Дня народного единства. Пойдемте послушаем. Валерий Вакульчик подробно остановился на этапах развития независимого белорусского государства, его перспективах и уроках прошлых лет. Жителям Березы не нужно напоминать о временах польского управления на землях Западной Беларуси. В их городе в то время действовал концлагерь «Береза Картузская». Черный период в истории нашей страны, когда излишняя часть белорусов, это порядка 130 квадратных километров, 4,5 миллиона жителей оказались под гидой Польши, в составе Польши. Встреча в преддверии Дня народного единства стала отправной точкой для важного посыла. Развитие Беларуси зависит от нас самих. Основной акцент был сделан на Дне народного единства и его важности. И мы, как молодежь, узнали много нового и получили новое направление развития. Важной частью диалога стали вопросы работы предприятия. Сейчас Березовский мясоконсервный комбинат стоит в приоритете развития и модернизации, являясь частью концерна «Брест Мясомоупром». Надо сказать, что предприятию есть чем гордиться. Во время встречи стало известно, что продукция комбината отмечена наградой Международного форума в Минске в номинации «Лучший вкус». В ближайшей перспективе – расширение производства и выпуск новой продукции. Коллектив предприятия, а сегодня это более тысячи сотрудников, нуждается в новых кадрах, планируется привлечь около 300 человек и сформировать обновленное производство. Наиболее оптимальным вариантом является создание холдинговой структуры, что позволит нам сохранить Березовский мясоконсервный комбинат, сохранить те традиции, которые заложены. Мы видим, как растет Брестский мясокомбинат. Кто давно работает, 15 лет назад предприятие производило 400 тонн продукции в месяц. Сейчас они производят 8,5 тысяч тонн. По году – это 100 тысяч тонн колбасных изделий. В этом году Березовский мясоконсервный комбинат идет с хорошим темпом прироста, ну, будет порядка 12 тысяч тонн. Трудовой коллектив мясоконсервного комбината волновали вопросы оптимизации и модернизации производства, развития современных подходов. Мой вопрос был о дальнейшем развитии нашего предприятия, присоединении его к мясоперерабатывающим предприятиям Брестской области. Ответ получил. Коллектив очень ждал этого ответа. Данный вопрос касался каждого из них, и я думаю, они получили на это ответ. Я считаю, что данные встречи нужны и необходимо проводить в дальнейшем. Поднимали участники встречи и общегородские вопросы, касающиеся образования, инфраструктуры. На все вопросы были даны компетентные ответы. Важно подчеркнуть, что подобные встречи позволяют прочувствовать проблемы и настроения людей, понять, чем живут трудовые коллективы и населенные пункты. Главное – это работа с людьми, это слышать людей, понимать их. А для людей, прежде всего, важны их насущные проблемы, то, с чем они сталкиваются повседневно, с чем они живут. Это в том числе и развитие их предприятий, экономическая эффективность деятельности предприятия, на котором они работают. Также Валерий Вакульчик отметил, что холдинговая структура и обмен опытом среди предприятий мясомолочной отрасли являются залогом конкурентоспособной продукции и способствуют выходу производителей на внешние рынки. Березовский мясоконсервный комбинат продолжит свое уверенное развитие, но уже в новых условиях. Роман Аншес, Владимир Казаков, телерадиокомпания, Брест.